Я большой ценитель русской и французской классики. Из русской предпочитаю Достоевского, Куприна, Чехова и Булгакова. Из французской – Жюль Верна, впрочем, с него я и начинал, Гюго, Мопассан, Дюма. У последнего так и вовсе много чего читал, от королевы Марго до графа Монте-Кристо. Кстати, там даже есть персонаж армянин. А вот о его документальном произведении «Путешествие на Кавказ» не то, чтобы не читал, но и вовсе не слышал раньше. И вот благодаря моим старым и добрым азербайджанцам, азербайджанским хейтерам, вернее, я решил таки приобрести книгу «Путешествие на Кавказ» и прочитать ее. «Опыт, как говорится, сын ошибок трудных, подсказал, что если азербайджанские гиены завыли на какую-то книгу, значит, в ней что-то есть, чего требует особого внимания. И я прислушался к этим самым гиенам. Не пожалел полторы тысячи рублей, купил. Проблема только в том, что издание подарочное. Не люблю я в книгах, мазню на каждой странице и глянцевые всякие вот эти вот штучки. Для сказок можно, но не для взрослого чтения. К тому же это удорожает продукт. Вот почитал и диву дался. Азербайджан в каждом перекрестке кричит о том, что в Азербайджане много русской школы есть. Но сами азербайджанцы, алиевские пропагандисты так и не научились читать по-русски. Выбирают из общего контекста только то, что им нужно, чтобы в очередной раз провозгласить оголтелую армянофобию. Вам только для этого русские школа надо. Вы книги по-русски научитесь читать от корки до корки. Ладно, там армянский премьер, он русский школа не кончал, английский школа тоже не кончал. Говорит, как говорит. А вы? Впрочем, для вас в Азербайджане русский язык не панацея, когда речь идет об армянах. Толку от того, что президент Алиев кончал и русский школу, и английский школу, и даже Мегимо. Говорит-то он хорошо, но врет он тоже не хуже. И чадо своей страны учит так же врать, как он сам. Ну что ж, дюма так дюма. Первое, что сделал перед чтением этой самой книги, конечно, я пролистал. Заглянул в содержание и просто остолбенел. Одна из трех глав называется «Азербайджан». Это 1853 год, я напомню. Какой к черту Азербайджан, думаю? Ясно, что дюма побывал в Дагестане, Баку, Шамахе, Тифлисе и через поти покинул Кавказ. В Армению он не заезжал. Но откуда тут взялся Азербайджан? Сравниваю с оригиналом. И, о чудо, русские снова пришли на помощь Азербайджану. Сами дописали при переводе издания, сами так назвали главу. В оригинальном же издании на французском нет никакой главы под названием Азербайджан. Есть глава Баку. Но вот незадача-то. Главу-то хоть и назвали Азербайджаном, но в самой главе ничего об азербайджанцах не говорится. Парадокс, да и только. Дюма бы сейчас воскрес и диву бы дался от того, что он бывал в Азербайджане и сам того не ведал. Напротив, Дюма, описывая Баку, пишет об армянах, персах, лесгинах и ни слова об азербайджанцах. Их-то он упоминает, но в качестве татар и в качестве кочевников. Вот он пишет. Население Баку состоит преимущественно из персов, армян и татар. Исходя из логики древних азербайджанцев, Дюма должен был перечислить в обратном направлении. А то это как Москву сейчас описывать и говорить. Москва состоит преимущественно из таджиков, узбеков и русских. Далее Дюма описывает основное население. Первым у него идут персы. Это говорит о том, что большая часть населения Баку состояла из персов. То бишь ираноязычного народа. И как мы знаем, это были таты. В 19 веке таты еще были и являлись основными автохтонными обитателями Баку. Именно поэтому на Абширонском полуострове, где находится Баку, сплошная персидская топонимика. Как само название Баку и Абширон. Абширин – сладкая вода. Так и географические пункты Маштага, Бузовна, Курдахане, Сурахане, Нардаран и прочее. Все это иранская топонимика. С тюрками-татарами это никак не связано. И это подтвердит любой иранист или тюрколог. Затем описывает Дюма армян. Характер, образ жизни пишет, что армяне смышленные, важные, в их глазах печаль и покорность. Что армянскую нацию сближает с иудейской, с которой она связана историческими воспоминаниями, восходящими к началу мира. Что в Армении находился земной рай и брали свое начало четыре первобытные реки, орошающие землю. Слово армянина, по словам Дюма, почти всегда верно. Его коммерческая подпись почти священна. И только далее пишет Дюма о татарах, предках сегодняшних азербайджанцев. Что их смешение с местными жителями украсило их первобытность. Имеется в виду, что изначально были монголоидами. Что татары, будучи кочевниками, сохранили страсть к передвижению. Трудятся пастухами, табунщиками, скотоводами. А вы говорите, Ирован это древнеазербайджанский город. Даже Баку не древнеазербайджанский, и вовсе не азербайджанский город. Чего уж о Ереване-то говорить. А присваивать историю иранцев и культуру армян вам, потомкам кочевых татарских племен, не гоже. Внимательно читайте Дюма путешествия на Кавказ. Несмотря на то, что до Армении он не добрался, он в каждой своей голове пишет об армянах. Даже обозначил армянскую церковь близ дворца Шерваншахов. Этой церкви уже нет сегодня. Ее еще большевики развалили. Вы тут ни при чем. В главе о Дагестане Дюма пишет о богатстве и смышленности армян, которым татары завидуют. Армяне вкалывают поте лица, а татары их грабят, нападая толпой. Что армяне и только армяне имели тогда монополию на Кавказе на вино и винную продукцию. Что именно армяне открыли в Кизляре винно-коньячный завод. Этот завод в Кизляре известен и сейчас. Из Кизляра позже часть оборудования была переправлена в Ереван для производства алкогольных напитков, коньяков и вин. Армяне также начали и в Тифлисе производить вина. И как пишет тот же Дюма, о чем всем известно, не зря именно в Армении Ной посадил виноградник и впервые испытал могущество вина. Кстати, описывая Тифлис, Дюма повествует, что главный караван-сарай Тифлиса построен армянином. Через ворота этого караван-сарая входят и выходят с верблюдами, лошадьми и ослами представители всех наций Востока. Турки, армяне, персы, индийцы, китайцы, калмыки, туркмены, татары, черкесы, грузины, менгрелы, сибиряки и бог знает кто еще. Тут, видимо, Дюма имеет в виду караван-сарай Арцруни на оружейной улице возле Сионского собора в Тбилиси, построенной в 1818 году. Сейчас там находится Тбилисский музей истории. Так что читайте классиков внимательно, не перевирая, как ваши больные пропагандисты это делают. И еще раз вам спасибо за подсказку и наводку на Дюма. В ближайшее время подскажу вам еще кого почитать. Августа Гекстгаузена. Его книгу 1818 года. Вот она у меня. Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни и отношениях народов в Закавказье. От прочтения азербайджанские пропагандисты точно перекрестятся. Ну а мы еще увидимся скоро и непременно.